Организаторы игорного бизнеса подделывали документы, чтобы получить необходимые разрешения. Правонарушители использовали реквизиты других харьковских предприятий. В бумагах писали, что будут оказывать вполне законные услуги. Когда первый раз правоохранители пришли с проверкой, никаких нарушений не заметили. В ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на получение доказательной базы, сотрудниками налоговой милиции была проведена работа с бывшими работниками, кассирами и администраторами игровых заведений. Правоохранители выяснили, что хозяева принимали на работу только девушек и учили их при проверках прятать заработанные деньги в белье. Мол, в основном игровые залы проверяют мужчины, а обыскивать женщин они не имеют права. Каждый месяц владельцы подпольных игровых заведений зарабатывали около 200 тысяч гривен. В результате проведения мероприятий были изъяты 127 игровых автоматов, 32 единицы компьютерной техники, включая видеорегистраторы, находящиеся в игровых залах, первичная бухгалтерская теневая документация, а также наличные денежные средства. Сотрудники налоговой службы сейчас готовят иск в суд от служителей. Фемиды правоохранители будут требовать оштрафовать организаторов игорного бизнеса почти на 9 миллионов гривен. Виктория Лукашева, Ольга Коростелева, Медиагруппа «Объектив».